приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святителя инокентия митрополита московского но хотя он в церковном календаре у нас вспоминается как московский святитель на самом деле основная его заслуга в том что он просвещал далекие края он читается апостолом сибири и америки именно апостолом америки конечно до нью-йорка и там вашингтона он не дошел а жалко что не дошел может быть ситуация была бы сейчас другой но по крайней мере он просвещал русскую америку это аляска это алиутские острова еще там ряд других островов которые в северной америке и он почитается как равноапостольный и к великому сожалению у нас вот какой-то недостаток равнопостольных святых в последнее время и мы можем вспомнить только вот самого святителя инокентий еще равнопостольного николая просветителя японии и очень жаль что этот лик святых так вот немножко оскудил в последнее время как-то вот не очень многие отваживаются просвещать языческие народы вообще народы не православные не верующие не утвержденные вере тогда как это могло бы принести огромный плод и вот когда мы смотрим на жизнь святителя инокентия митрополита московского вообще просветителя разных языческих народов то что мы видим что понимаете не какие-то там чудотворения да не какие-то сверхъестественные события а жизнь такого искреннего труженика который всего себя посвящает делу христово вот он не побоялся и пошел и проповедовал и господь дал ему огромные плоды и взошли в сходы его проповеди а сам святитель инокентий он происходил из простого села в иркутской области село анга или ангинское там два названия и был он сыном паномаря кто такой паномарь паномарь это простой прислужник в храме который не совершает богослужения он даже не диакон не может помогать при совершении таинств а он всего лишь прислуживает и и рождается у него вот сын причем в семье было четверо детей и отец достаточно рано сына назвали ваней иван фамилия была попов иван попов и достаточно рано отец его обучает грамоте ребенок был способный но вот в шестилетнем возрасте он становится сиротой у него умирает отец и положение семи достаточно трудное мама трудится вот ребенок кстати достаточно быстро научился читать даже он даже мог в храме читать апостол уже в восьмилетнем возрасте а это очень сложная книга на церковнославянском далеко не всякий может и вот так вот для всех читать в храме только тот кто проходит определенную подготовку и ребенок этому обучился уже читал он восьмилетнем возрасте но вот мама хотела чтобы он занял место панамаря при храме но не удалось не допустили его и вот дядя родной дядя брат отца берет ребенка к себе на воспитание обучает его и там было такое очень важно и интересное дело что вот его дядя как раз он умел многое мастерить своими руками изготавливал часы там как и плотник как столер в общем все умел делать своими руками и маленький ваня попов перенимают у него эти навыки и он еще не знает что впоследствии ему это очень пригодится именно в его апостольских трудах вот когда он отправится в дальние страны и он овладел вот этими самыми разными ремеслами а дядя его кстати чуть погодя овдовел и становится монахом в городе иркутске ну в общем сначала конечно дядя повез племянника своего собственно в семинарию и средств было мало там собирали всем селом на его обучение приняли его учиться и вот он проходил обучение а дядя стал монахом и тоже в городе иркутске в одном из монастырей и они могли общаться вот так духовную связь друг с другом поддерживать и потом что значит потом ему меняют фамилию мало кто знает что в девятнадцатом веке меняли фамилии кому-то наоборот у кого-то не было фамилии им давали и бывали даже такие постановления когда допустим какие-то неблагозвучные фамилии заменялись на благозвучные и в семинарию там прежде всего это сделали потом вдруг обнаружили что с именем иван попов там семь или восемь учащихся да и это вызывало некоторую сложность что вот иван попов там первый иван попов второй там четвертый седьмой и трудно разобраться ну и решили фамилии менять и вот будущему святителю инокентию ему дали фамилию вениаминов в честь предыдущего епископа города иркутска который пользовался большим уважением и вот так вот он к окончанию учебы в семинарии он под уже приходится этой фамилии вениаминов и там у него для него вообще священначале предполагала другой путь ректор семинария хотел ради его вот таких успехов в учебе направить его учиться в академию было несколько духовных академий могли его направить но сам иван он хотел жениться и стать простым приходским священником и вот встречалась ему девушка с которой он думал вступить в брак и он решил отправиться за благословением к ректору семинария и как потом оказалось что если бы он пришел к ректору то тот бы не благословил ему его брак отправил бы его куда-то там вдаль в академию ну и в общем жизненный путь пошел бы совершенно по другой колее и он бы не стал миссионером и проповедником соответственно не спас бы вот эти тысячи тысячи и тысячи новых вот новопросвещенных людей а что случилось то есть оказывается промысл божий он все охватывает проявляется в самых разных таких вот вещах мелочах даже каких-то стихийных ну бедствиях или проявлениях и река ангара необыкновенно разлилась как раз в то время и монастырь в где находился ректор семинария он оказался отсечен от самой семинарии так что в то время всякая связь прекратилась иван не смог попасть и к ректору за благословением и он у кого-то там и спросил ему дали разрешение чтобы вот он уже готовился к браку и потом когда ректор уже узнал что дело так сказать одобрено то он не стал уже вмешиваться говорит ну я вообще-то хотел тебя в академию отправить ну ладно ж там женись и вот таким образом иван оканчивать семинарию женится становится диаконом а потом и священником служил он в иркутске в храме причем перед литургией собирал детей говорил омаверит своего рода такая воскресной школы и его все любили и он думал что сам что он будет все время простым приходским священником который открыт всем людям но в 1823 году когда отцу и она всего лишь около 26 лет епископ и иркутской приходит из синода указания чтобы направить одного священника на алиутские острова а именно на остров у налажку там находилась русско-американская компания в этих владениях и вот задание было такое трудно что нужно чтобы кто-то откликнулся но насильно заставлять нельзя и никто из священников не откликается сам отец он тоже послушал ну и решил не ехать и появился человек который иван крюков который выходец как раз этого острова он аллажку и он всем рассказывал про те места про местных жителей туземцев алиутов и вот в самый последний день когда уже вроде бы все все отказались вот этот иван крюков прощаясь епископом говорит ну вы не представляете насколько люди там отзывчивы к вере насколько они готовы принимать слово божие и вот эти вот слова уже самые последние эти слова они вдруг пробудили в душе отца и она какой-то такой огонь что у него прям душа возгорелась желанием проповедовать тем людям и впоследствии он сам говорит что он не знает что произошло но видимо именно господь его призывал вот через это слово что ну в душе вот что-то откликается возгорается такое пламя желание проповеди и он приходит в начале он говорит епископу кто-то конечно обрадовался потом идет говорит жене она уже конечно не обрадовалась маленький ребенок на руках младенец он вот его они его нянчат а тут же он говорит ура мы поедем на алиутские острова она в недоумении как у нас как же мы туда отправимся а он чувствует что это божье призвание он наполнен радостью и действительно достаточно быстро они собрались и вот он вместе супругом с этим маленьким ребенком берет еще свою маму престарелую и брата и отправляются и где-то они едут на санях там или телегах где-то они речным путем на лодках каких-то ладьях и больше года длился вот этот очень сложный трудный путь и они в конце концов прибывают на остров у налажку видят этих совершенно просто вот нищих покрытых нищетой людей которые живут в землянках а что это за землянки это такие вот жерди которые ну как бы вот сверху смыкаются покрыты какими-то шкурами тюленями там или еще какими и сам отец иоанн он тоже поселяет вот в этой простой землянки и вот тут ему как раз пригодились его навыки те ремесла которыми он обучился благодаря своему дяде предприимчивому он начинает сам истерить он учит местных жителей ремеслом плотницкому столярному ремеслу учит даже вот их изготавливать кирпичи заниматься обжигом кирпича чтобы ну что-то там вот выстраивать и действительно оказалось что местные жители они отличались таким очень простым бесхитростным и открытым нравом алиуты у них вот как он сам впоследствии описывал совершенно не было зависти они были чужды какого-то лукавства не вынашивали каких-то коварных помыслов в беде друг друга поддерживали и действительно проповедь они принимали ну просто вот на ура конечно какое-то время до этого там была уже проповедь некоторые остатки этой проповеди сохранялись но не было священников многие некрещенные и вот как только они увидели священника а да и конечно же он прежде всего изучал их язык иначе как бы он мог общаться с алиутами совершенно не владея их разговорной речью и вот овладевая этим языком он общался начинал учить их истинам евангелия крестить и они все приходили действительно крестились как он впоследствии описывал что вот идет богослужение да и во время службы во время службы они стояли прям вот не шелохнувшись причем не ходили с места на место и говорит потом повод следам ног на полу храма можно было посчитать сколько присутствовал людей а ведь богослужение оно шло еще на церковнославянском языке то есть не на алиутском это он постепенно создавал такой ну скажем так церковно-алиутский язык он создал постепенно азбуку грамматику алиутского языка дал им письменность у них вообще не было письменность и только вот наш православный миссионер дает этому народу письменность грамоту и переводит на алиутский язык богослужение а поначалу богослужение совершалось по церковнославянски но даже тогда алиуты слушали затаив дыхание не понимая слов произносимых но чувствую что в этом совершается что-то таинственное вот каким-то образом они переживали атмосферу богослужения чувствовали что совершается нечто такое таинственное и благодать божия на них действовала интересно отметить что вот некоторые из алиутов они же делились своими представлениями еще а те которые были язычниками и оказывается что у них сохранялась вера в единого бога творца и что удивительно вот в двадцатом веке тоже проводились некоторые такие этнографические исследования языческих народов которые не имели письменности где знания передавались путем устного предания и оказывается что у многих языческих народов которые вот живут в разных местах нашей планеты у них сохраняется язычество и вот у них есть группа тайных преданий такие вот предания которые они передают по памяти друг другу и есть предания которые могут открыть всем а вот есть такие совершенно скрытые эзотерические предания которые не всем открываются но потом они тоже становятся известны все таки и вот оказывается что среди вот этих тайных преданий сохраняется вера в единого бога который все сотворил который над нашим миром отец всей вселенной и среди этих преданий также то что некогда вот люди жили у бога но потом утратили общение с господом и вот в реальности вот эти языческие народы они что о чем говорят что они находятся в неком контакте вот с духами с коими пытаются вступать в какую-то вот магическую связь то есть все язычество по большому счету это вот общение с падшими духами но при этом у них сохраняется предание что мир сотворен богом и что вот господь это как наш небесный отец вот у некоторых даже такое наименование сохраняется божие и что когда-то люди были с богом но утратили эту связь через какой-то проступок в некоторых преданиях даже говорится что через проступок женщины так вот у алиутов у них тоже сохранялась вот это представление о едином боге который вот где-то там далеко над нами и отец иоанн он уже им объяснял более точно объяснял евангелие и сразу же привлек их к строительству храма они ничего не умели и вот он их учит плотницкому и столярному ремеслам вместе с ними трудится и три года они строят храм а вот алтарь и престол для храма также иконостас отец и ан вениаминов он сам лично изготавливает своими личными своими руками и вот через три года храм был готов но крестил и во весь этот период и обучал их и потом отдельно стал заниматься с детьми да а во время крещения кстати там происходили иногда даже чудеса когда вот одна женщина пожилая уже такая женщина ее принесли на носилках когда покрестили она поднялась с носилок и уже вот опираясь на палочку пошла домой а еще один мужчина который страдал припадками безумия после того как он был крещен он исцелился от этого состояния то есть благодать божия она наглядно показал показала туземцам что в православии есть истина в православии действительно люди встречают господа бога который всемогущий может исцелить любой недуг и вот примерно через четыре года отправляется он на один из островов но в принципе он постоянно проповедовал плавал крестил и отправляется на один из островов алиутских и вдруг смотрят а его как будто специально люди ждут выстроившись на берегу и так напряженно всматриваются вот ожидая и вот он подплывает туда и они тут же его приветствуют называют его по имени отец а ну там проходи мы тебя ждем и он удивился что они во первых знают его и уже имя уже не было никаких связи то и не по мобильному телефону никто не мог сообщить проводных телефонов там не было и кроме того кто вообще вот это все организовал и он значит и они ему говорят а нам уже сказали что ты приедешь а кто сказал а вот есть у нас шаман иван смиренников ну отец анвениаминов так вот большого значения поначалу не придал этому да потом начал в общем проповедовать общаться с ними готовить их к причащению святых христовых тайн и только кто-то там еще говорил что вот нам вот этот шаман иван смиренников он описал твой вид внешний вид вот сказал как тебя зовут и и он сказал чтобы мы тебя слушали потому что ты будешь учить нас молиться богу вот как правильно молиться богу и вот мы пришли поэтому и слушаем тебя ну отец он еще больше удивился и хотел конечно уже увидеть этого как они называли как они считали шамана и потом действительно приводит вот этого уже пожилого человека ивана смиренникова и он тоже слушает внимательно его проповедь он тоже готовится говеет и потом он тоже вместе со всеми подходит исповедуется и вот отец анвениаминов он впоследствии описывает это что я говорит из-за того что был очень ну загружен всеми вот этими делами там проповедь и все остальное то что я во время исповеди даже забыл его спросить почему его считают шаманом то есть по большому счету надо было задать вопросы вдруг он действительно был бы шаманом но в общем исповедовался исповедовался тот потом он всех отец ан всех причащает святых христовых тайн и расходится по домам но после этого значит приходят какие-то люди говорят что вот иван смиренников он был очень огорчен что ты на исповеди не спросил его почему его называют шаманом и вот из-за этого он недоволен ну тогда отец сан посылает опять за ним и в общем встречается с ним и у них происходит очень интересный разговор и вот этот иван смиренников рассказывает о себе что крещен он давным-давно что он в общем то не знает никакой грамоты но при этом знает евангелие молитвы и что совершенно напрасно его называют люди шаманом но отец сан задает ему вопросы и он рассказывать что вообще как тебе кто тебе сказал что я приеду да и что в меня тесан зовут и что я буду учить людей молиться богу а он говорит рассказывает двое моих товарищей а кто они как выглядят он говорит это ну по-своему он объяснил что это вот двое белых людей которые живут в горах иногда приходят мы ко мне и он их описывает так как изображают архангела гавриила в белом одеяние с розовой лентой через плечо и в общем по мере его рассказа отец сан понимает что речь идет про ангелов и спрашивают а с каких пор они тебе стали являться они стали являться ко мне после того как я был давным-давно крещен иеромонахом макарием то есть на самом деле он был крещен вот не ну давным-давно то что там русская миссия вот эта православная она уже осуществлялась потом вынуждены были оттуда уехать но кого-то крестились некоторые крещеные еще оставались и кому-то давали такие вот имена поэтому имя иван смиренников она сохранилась с тех пор у него за ним закрепилась и в общем отец сан спрашивает а могу ли я увидеть вот этих двух твоих товарищей и он отвечает что я спрошу у них и уходит чтобы потом принести ответ отец сан в это время отправился куда-то проповедовать тоже ездил и потом проходит время встречает ивана смиренникова спрашивает ну что они сказали они сказали что конечно же ты в тоже можешь с ними пообщаться но впрочем в этом нет большой нужды так как ты делаешь все то же самое и учишь тому же самому что и они вот таков был ответ и тут отец сан как-то он не решился пойти на вот это вот общение говорит что я посчитал себя недостойным чтобы общаться вот с ангелами и правильно ли я это делаю и потом может быть будет какое-то высокоумие у меня в общем он у него наступил такой страх и он отказался от этого общения но вот случай такой он описывает в особом письме который направлял в москву и по-моему даже в сенот он направлял это письмо ну сенот в петербурге располагался и суть в том что вот этому простому ивану смиреннику ради его такого кроткого нрава открытой души являлись ангелы он в чем-то помогал людям а те по ошибке считали его шаманом и в общем отец сан вениаминов он тоже развеял мифы людей сказал чтобы они больше его так не называли вообще предполагалось что отец сан пробудет там только пять лет таков был своего рода контракт и потом он мог вернуться на родину но он пробыл 10 лет и после этого едет не обратно в иркутск а переезжает на другой алиутский остров это остров ситха или ситка там был центр русской колонии и там оказались совершенно другие местные жители уже не алиуты а такая народность колыши или таллинкиты вот более научно если говорить и нравы их были совершенно другие они отличались более красивым таким ярким видом нежели алиуты те были какие-то ну такие вот нерасторопные невзрачные но с открытой душой а эти черного черноволосые черноглазые с достойным таким видом и очень такие вот самодостаточные неоткрытые и из-за этого там было много столкновений и один раз они вообще сожгли русскую крепость были вооруженные в общем всякие действия и в крепость их пускали днем там торговли какая-то шла на ночь крепость закрывалась и в общем выставляли пушки в сторону селению колышей ну и конечно проповедовать было очень трудно кроме того колыши они были очень мстительны и вообще предыдущего миссионера они убили который здесь был и романах ювенали да но это не единственный убитый миссионер и в общем поначалу проповедь у отца иоанна здесь не шла но он что мог пытался как-то говорить а потом вдруг наступает такое тоже событие в общем все в руках промысла божия эпидемия оспы и русские они прививались была уже разработана прививка от оспы и по этому оспа русских не брала а вот колыши стали умирать один за другим и во-первых многие из старого поколения умерли которые особенно злобно были настроены в отношении русских а потом вот эти колыши смотрят что русских вообще ну не трогает оспы и стали с ними общаться обратили за помощью и в общем отец иоанн он помог им привиться от оспы и когда у них они смогли победить эпидемию то расположились к отцу иоанну и стали слушать его проповедь то есть вот оказывается даже вакцинация в каком-то смысле вот в тот период она помогла православной проповеди там даже был такой тоже случай когда одно враждебное племя и там шамана они пытались даже специально заразить русских ну какие-то что-то там вот то ли от оспы то ли сибирской язвы что-то вот вкладывали а русские были привиты поэтому не заражались и не умирали и те вот так удивили что подумали здесь действует какая-то мистическая сила и тоже в итоге согласились принять таинство крещения и вот отец иоанн он затем самих вот этих колышей тоже научил прививать оспу в общем вакцина она в каком-то случае в каком-то вот смысле помогала православным миссионерам ну конечно это далеко не основной и в такой вот не то чтобы орудие проповеди ну просто вот нечто дополнительное хотя все в руках промысла божия еще один раз отец ан вениаминов он так описывает что собрался ехать в какое-то селение проповедовать но вот отложил потом значит во второй раз собрался ехать и возникли какие-то дела не смог выехать потом значит третий раз и а у него какая-то лень не хочется туда выезжать и он даже себя ругает в чушь это я не делаю и потом вдруг приходит ему известие что оказывается в том селении началась эпидемия и в общем если бы он приехал туда и это совпало бы потом от эпидемии то тогда местные жители они же были там суеверные очень они бы связали это с его посещением увидели бы здесь какую-то злую мистическую силу и проповедь она бы просто провалилась то есть и вот он так такой делает вывод что даже когда ему не хотелось выехать туда как будто вот что-то останавливает или просто лень и в этом тоже сказался промысл божий вот господь через это его направлял по более правильным путям жизни и вот значит он проповедует там где может ну к слову еще где-то трое священников были в каких-то вот на других островах местах когда-то там была более такая вот пытались более масштабную миссию основать но вот одного и романах ювенале его убили индейцы уже до в тех местах он как священномученик прославлен потом архимандрит и ассав его даже рукоположили вы епископы но когда он уже плыл на корабле русской америки то корабль разбился и он погиб и поэтому места эти они ну очень нуждались в такой активной проповеди и вот отец ан-вениаминов понимая что нужно как-то вот усиливать укреплять достигнутые успехи чтобы просвещать крещенных он едет специально в петербург чтобы попросить еще священников попросить средств на строительство храмов и приправить едет вместе с супругой ну супруга остается у него в городе иркутске и он приезжает в петербург в 1839 году встречается он со святителем филаретом московскими святитель филарет говорит что вот есть что-то в нем от апостолов что-то вот апостольское в нем но это так и было на самом деле как апостолы ходили проповедовали так и отец иоанн и тут вдруг да вот значит он рассказывает про свои труды он печатает кстати в журналах свои наблюдения о народностях о там географические какие-то наблюдения так все потом особенно в этнографии все это легло вы тоже в научные такие изыскания и и ученые очень мы были благодарны за это и потом значит пошли такие положительные отзывы по его публикациям и люди расположились и стали жертвовать на строительство новых храмов и тут вдруг приходит известие что жена его умерла находясь в иркутске почила и что делать дальше как быть и вот святитель филарет московский убеждает отца иоанна принять монашество он не сразу согласился потому что у него было шесть детей и только когда удалось вот за эти вот месяцы устроить их на казенный счет на какое-то обеспечение он согласился принимает монашеский постриг и после этого после этого тоже промысл божий сказался решено было возвести его в епископы чтобы он мог более полноценно осуществлять вот свое служение в тех в новых просвещенных местах и его рукополагают как епископы дают ему огромные территории не только алиутские острова аляска но и камчатка и даже там потом и якутия вот все вот эти огромные территории для просвещения и он уже возвращается в епископском достоинстве и святитель инокентий он просвещал продолжал просвещать проповедовать разным народом даже пытался немножко вот в китае ну как бы на границе с китаем и встречался он кстати и с будущим равнопостольным николаем который вот только-только ирмонах молодой николай отправлялся в хокодаты в японию и именно тогда вот святитель инокентий дал ему ценный совет что вот поначалу сначала полностью изучи язык полностью изучи культуру народу куда ты едешь чтобы стать вот своим да не то что ты извне как бы да вот смотришь и какие-то наставления там преподносишь а ты должен быть своим полностью вот как бы купаться погрузиться в эту культуру в этот язык и тогда тебя вот как своего и начнут слушать и равнопостольный николай принял его совет и поэтому он впоследствии с благодарностью вспоминал этот совет он принес свои плоды а святитель инокентий он делал много уже переводов и на якутский язык вот на алиутский там на многие другие тоже вот таких простых народностей языки создавал им грамотности ну вот в частности алиуты там даже старики стали изучать грамоту чтобы тоже читать книги им это тоже казалось интересным и храмы наполнялись вот кого-то святитель инокентий он рукополагал там ну в основном конечно помогали ему креолы креолы это что вот есть значит русские есть туземцы а креолы это вот смесь когда мужчина русский как правило так было муж русский а жена она вот из туземок берется и создавались такие смешанные браки и впоследствии в основном именно креолы занимались вот проповедью распространением тоже утверждением веры вот а потом наступает 1867 год когда с аляской мы распрощались продали ее соединенным штатам америки и вот не нужно никого критиковать ругаться и ходит много мифов якобы там всего лишь на 99 лет продали да или якобы средства не получили они там утонули вот нет продали к сожалению насовсем и средства тоже получили а почему продали потому что в общем много было обсуждения этого вопроса и пришли к выводу ну в высоких кругах российской империи что эти территории рано или поздно придется с ними распрощаться потому что ну тяжело их удержать да и вот лучше какую-то выгоду приобрести вот заранее ну так сказать вот договорившись и продав эти территории потому что хочешь или не хочешь там и британское влияние ну и сша конечно же тем более возрастали и удержать эти территории было бы впоследствии просто невозможно поэтому не будем никого осуждать но вера православная насажденной среди алиутов она сохранилась впоследствии уже даже когда святитель инокентий он перешел в мир иной там была вот новая волна проповеди и православие там до сих пор сохранилось и православные алиуты или креолы они тоже вот участвуют в этих службах на алиутском языке поются песнопением так что труды все эти даром не прошли а святитель инокентий значит вот после этого что после этого он еще узнает что умирает святитель филарет московский и вдруг неожиданно приглашают на кафедру самого святителя инокентия тут конечно много тоже неясного там просто видимо были разные разделения в москве и много было разных претендентов которые себя достаточно высоко так вот ставили ну и чтобы не было лишних вот этих споров пригласили и человека который не был никак связан с москвой но при этом пользовался глубоким таким авторитетом потому что святитель инокентий совершенно не карьерный человек понятно что он всю жизнь провел в простых таких вот трудах миссионерских благочестивый всеми уважаемый и вот его приглашают и он произносит что я конечно не ученый необразованный простой труженик вот по сравнению с ученейшим архипастырем который отошел ко господу ведь святитель филарет московский его именовали филарет мудрый за его глубокую ученость за его мудрые решения святитель инокентий был конечно в плане образования проще но зато он был духовно проницателен и весьма благочестив и простые люди конечно радовались то что он вот такой архипастырь у них он уже это последние годы его жизни вот 69 года он там уже находится ему сколько уже за 70 лет за 70 лет и примерно 10 лет он как архипастырь москвы уже зрение его ослабевало но он все время поддерживал ту вот миссию которую основал на алиутских островах на аляске и книги туда поставлялись книги печатались там существовали уже основанные им школы так что благодать божия она продолжала действовать а в 1879 году святитель инокентий отошел ко господу и мощи его положены в лавре святотроицкой сергиевой да в начале он был похоронен рядом со святителем филаретом московским потом мощи их были обретены обретены в лавре положено ну мощи святителя филарета затем перевезены в москву а мощи святителя инокентия остались святотроицкой сергиевой лавре вот мы конечно только крупицы какие-то упомянули из жизни из подвига святителя инокентия московского как хотелось бы чтобы сейчас вот с такой же искренностью сердечностью открытостью к людям появлялись новые проповедники миссионеры и за такими миссионерами пойдут конечно народы народы потому что душа человеческая она тоскует по божьему слову по божьей истине вот дай господь чтобы нам подавались еще такие миссионеры по молитвам святителя инокентия ну и мы конечно тоже попросим его ахадази обо всех нас святителю отче инокентия моли бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео